В зоне АТО обстрелы по всем направлениям. Боевики ударили по украинским позициям в Крымском, Трёхизбенке, Невельском. С начала суток шесть провокаций. Трижды украинские армейцы открывали огонь в ответ. Все подробности с передовой в материале Ирины Баглай. Руины Донецкого аэропорта. Новый терминал едва просматривается с позиций военных в тумане. За ним уже укрепление боевиков. Подземные ходы и более уцелевшие здания. Там боевики прячут тяжёлую технику и орудие. По объявлению школьного перемирия у них начала работать тяжёлая землеройная техника. За зданиями аэропорта полуразрушенными прячут технику. Там нарыты у них подвалы, где они загоняют и на ночь. И то же самое с Донецка пригоняют бронетанковую технику. Сами орудия не видны, но сутки назад на этом рубеже наёмникам не удалось скрыть от военных, откуда выпускали ракеты Града. Хотя позиции наших наблюдателей боевики регулярно простреливают. Вот оттуда постоянно снайпер, стрелкотня. Постоянно оттуда они нам жития с*** не дают. Независимо от плотности обстрелов и калибра оружия, наблюдатель всегда остаётся на посту. Должен определить, откуда выход идёт. Все наши позиции чуть ниже. И мы их предупреждаем, чтобы в какую сторону смотреть, куда стрелять. В ночное время, кажется, мы глаза их. Чья смена, тому не повезло. Прячутся все, кроме наблюдателя. Первый взрыв, говорю, здесь был за жёлтой травой. Сразу начала артиллерия работать с района ДАПа. Вот. И послышались выхлопы, выходы оттуда уже жилых массивов. О том, что противник готовится вести артобстрел, военные поняли, как только услышали непривычный гул. Ну, шум. Так иначе, я к самолёту-то взлетаю, так самое, реактивно. Секунд пять-шесть. Да, это так. Артобстрел боевики вели прицельно. Боец с позывным «Гулливер» видел, как каждый следующий выход корректировали с цементного завода в посёлке Спартак. Залп идёт, и мы наблюдаем два человека, которые корректируют огонь. Залп прошёл, они пока перезаряжаются, люди прячутся. Около завода есть три кучи щебня и песка, там вагонов, наверное, по 20. Так как 20 вагонов их пробить нельзя. Отработав сторону позиции украинской пехоты, боевики не прекратили обстрела, просто развернули орудия. Часть градов они развернули на свою сторону, да, вот, и туда. Разведка доложила, что одна машина установки выехала и отработала по Донецку, их ней. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности, телеканал «Интер».